Всем здравствуйте! Певица не стала от опухоли головного мозга в 2015 году. С тех пор ее самые близкие люди не могут найти общий язык. Поводов для конфликтов у родственников много, но главный из них – маленький Платон, сын Жанны. Они не могут определить порядок общения с ребенком, каждая сторона перетягивает одеяло на себя. Закончилось все тем, что Шепелев полностью запретил семье Фриске общаться с мальчиком. Сейчас у Дмитрия новая жена, дизайнер Екатерина Тулупова. Супруги воспитывают дочь Екатерины от первого брака Ладу, общего сына Тихона и Платона. Отец Жанны Фриске уверен, что мальчик не получает в той семье должной любви и ласки. По его мнению, родные бабушка с дедушкой смогут дать Платону больше, чем мачеха. Я знаю, что там у ребенка нет ни доброты, ни теплоты. Эта женщина, с которой он живет, думаю, он ей не нужен, потому что у нее свои дети есть. Платошка той ласки, той любви там не получает и не получит, это однозначно, рассказал Владимир. Крестная мама мальчика, Ольга Орлова, считает, что родные люди должны помириться, однако для этого им придется сильно постараться. Я очень хочу договориться, у меня есть на этот счет соображения, но там тяжелые случаи. Родители, которые разбиты горем, еще забрать внука, дяди Вова, я его очень люблю, но он совершает определенные ошибки, делилась своим мнением певица. Также она отметила, что Шепелев не дает видеться с ребенком и ей тоже. Я действую в интересах ребенка. Я бы хотела, чтобы Дмитрий разрешил и мне встречаться с Платоном, заявляла Ольга. К слову, Владимир Копылов сообщал, что был согласен видеться с внуком в установленном суде порядке, раз в месяц по полтора часа, однако отец мальчика всячески этому препятствует, то Платон заболел, то они уехали в отпуск. Также отец Жанны Фриске отмечает, что органы опеки халатно отнеслись к соблюдению порядка встреч с ребенком и игнорируют его жалобы. Дедушка Платона готов пойти на примирение с экзятем, но лишь при условии, что Шепелев сделает первый шаг. Он считает, что он должен начать путь восстановления отношений, и только тогда семья Фриске пойдет к нему навстречу. По его словам, он будет ждать и рано или поздно, но это произойдет. Он, наверное, хочет, чтобы я перед ним на колени встал, но этого никогда не случится, и он этим пользуется. Если я увижу, что есть положительные сдвиги, естественно, против не буду и сделаю все, чтобы увидеться с ребенком, а нет, буду ждать, сбудется рано или поздно, рассказал Владимир. Напомним, что ссоры Шепелева с семьей бывшей жены начались не только из-за их общего ребенка. По мнению сестры Жанны Натальи и ее отца, Дмитрий плохо относился к артистке и никогда ее не любил. Они говорят, что шоумен рано перестал верить в выздоровление певицы. А когда она сильно поправилась из-за терапии и начала переживать об этом, то телеведущий, вместо слов поддержки, называл ее набитым жиром бурундуком. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока, пока. Субтитры подогнал «Симон»!